Они выходят на сцену на ощупь, они не смотрят на себя в зеркало. Для них важнее не внешние данные, а внутреннее содержание каждого человека. Это все об участницах конкурса красоты, который проводит региональная организация Всероссийского общества слепых. В этом году в финальном туре «Леди ВОЗ» участвовали представительницы шести районов области. Им предстояло продемонстрировать женственность, артистизм, творческие таланты и кулинарные способности. Но главное, чего им не занимать, так это жизнелюбие. И подтверждение тому репортаж Натальи Рединской. Дайте мне блинчики. Один. Самый красивый дайте. А как мне держать, скажите? Для конкурса хозяюшек Елена Сыпкова сама приготовила блинные розочки на блинных ажурных салфетках, украшенных мастикой. Кулинария – лишь малая часть ее увлечений. Женщина воспринимает мир во всем многообразии. Поет, читает стихи, плетет украшения из бисера. Несколько лет Елена возглавляет Валуйскую местную организацию общества слепых. И пусть на этот конкурс ее снаряжали подруги, она в деталях представляла, каким будет ее образ. Обязательно. И губки поярче, и платье может какой-то цвет, и туфельки подобрать в тон. Обязательно. Потому что мы люди с плохим зрением, поэтому нам постороннее мнение очень даже важно и нужно. Знаете, я хочу сказать, я живая женщина. Вот такая живая, веселая женщина. Участницы этого конкурса не могут видеть себя в зеркале, но перед жюри предстают во всей красе и внешней, и внутренней. Есть во мне сибирский холод, есть туркменская жара. Наш осколк красив и молод. Много лет в нем прожила. Мастерица на все руки. Это о ней. Наталья Лесникова поет в ходе, занимается вязанием и бисероплетением. Своими руками создает аппетитные шедевры. Ведет свой кулинарный кружок. И, как истинная леди, всегда заботится о внешности. Когда я потеряла зрение, я уже перестала сама краситься. Прически я такие уже, конечно, не могу сделать, как мне делают подруги. Но хоть я не вижу, говорят, что выгляжу хорошо. У жюри в этом конкурсе критерии особые. Внешние данные не главное. Главное – жажда жизни, творчество, самореализация, победа или призовое место – обычная формальность. Главное – шаг на сцену. Даже без титулов и без короны. Каждая из них уже особенная королева. Мы продолжаем жить, смеяться и любить. Шутите, песни петь и молодеть. Наталья Рединская, Дмитрий Боев. Новости мира Белогорье.